Если поставите тысячу лайков, нам будет чертовски приятно. Также обязательно напиши в комментариях под этим видео, какой сериал мы забыли упомянуть. Погнали! Есть много причин для убийства человека. В связи с работой я видел их все. Город гангстеров. Закрыт после первого сезона. Зритель скучает по нуару. Но не меньше него, по нуару также скучают и режиссеры. От того нет-нет, да и обращаются кинематографисты к теме гангстеров. То в большом кино, то на телеэкранах. Сериал «Город гангстеров» Фрэнка Дербанта вступил в неравную конкурентную схватку с «Большим братом» полнометражным фильмом «Охотники на гангстеров». Джон Бернтал, Мила Вентимилья и Олекса Доволос со стороны телегангстеров и Джош Бролин, Райан Гослинг, Шон Пен и Эмма Стоун со стороны киногангстеров. Битва была явно неравна. Выйди сериал чуть раньше фильма, шансы у Дербанта появились бы. Но от эффекта повторения отвернулись даже самые преданные поклонники жанра. А зря. Уж кто-кто, а такой матерый мастер, как Фрэнд Дербант, мог сделать из города развернутую, выпуклую историю. Зажатый шестью эпизодами, он не смог показать и малой части задуманного. Фарт. Закрыт после первого сезона. Удивительно, но самым главным телевизионным неудачником можно назвать сериал под названием «Фарт» или «Удача». Слагаемые потенциального успеха налицо. Канал HBO. Режиссер Майкл Манн. Дастин Хоффман в главной роли. Такая постановка просто не могла провалиться. И действительно, история афер, проворачиваемых на лошадиных скачках, стала незабываемым событием на телеэкране 2011 года. На радостях канал даже продлил драматическое шоу на второй сезон. Крест на сериале поставили ни зрители, ни боссы HBO и ни критики. Фарт обрушился под нажимом трагического закулисья. Дело в том, что сериал о скачках не мог обойтись без лошадей. Но как по сглазу, животные на съемках стали гибнуть. Появись Фарт лет 30 назад, на это можно было бы закрыть глаза. Но не сегодня. Создатели тяжести не выдержали, и ворота ипподрома имени Майкла Манна закрылись. «Обмани меня» Закрыт после трех сезонов. Доктор Лайтман прожил долгую запоминающуюся жизнь. Впрочем, поклонникам психолога, являющегося практически живым детектором лжи, трех сезонов показалось явно недостаточно. Ведь главный конкурент Кэлла Лайтмана, доктор Хаус, обскакал коллегу в эфире на пять лет. Психологический детектив, в котором главными уликами становятся не гильзы, не следы крови и не отпечатки пальцев, а почти неуловимые глазом движения уголков рта, подрагивание ресниц и тремор пальцев мог длиться бесконечно долго. Но Фокс, в который уже раз, решила не перегибать палку и завершить шоу на высокой ноте. Поклонники Тима Рота, исполнителя роли доктора Лайтмана, с тех пор мучаются вопросом, что лучше – новые, не слишком удачные роли их кумира в большом кино или гарантированный, но заведомо предсказуемый уровень в не слишком притязательном телесериале. Я не убивала, мисс Маккартни. Вот это правда. Не убивала. Но знаешь, кто убил. Агент Балард, вам прочитали дело под названием «Кукольный дом» 14 месяцев назад. Каковы ваши успехи на сегодняшний день? «Кукольный дом» закрыт после двух сезонов. Одно из творений легендарного Джосса Уидона, потерпевшее крах на телевидении – фантастический сериал «Кукольный дом». Неуемный Уидон снова перескочил время и взялся за историю о подмененных воспоминаниях, эксплуатации безвольных кукол, или, как принято называть их в сериале, «Активов», с самыми разными, но обычно неблаговидными целями. Раньше, чем до этого дорос зритель. Сериал имел все слагаемые для успешной долгой жизни на экране, нелинейный оригинальный сюжет, яркие персонажи, запоминающиеся, привлекающие зрители и актеры. Однако канал «Фокс» оказался не готов к выдумкам режиссера и прикрыл лавочку после двух коротких сезонов. Теперь боссы «Фокс» наверняка кусают локти. Уидон махнул на них рукой и отправился ставить «Мстителей». А с чем остался канал? «Кукольный дом»? Что? «Кукольный дом». Скажи это. Доктор Бенфорд, что случилось? Не знаю. Я потеряла сознание. «Вспомни, что будет», закрыт после первого сезона. Еще одним сериалом о закрытии, которого мы неистово сожалеем, стал фантастический «Флэшфорвард». Или как его называли на российском ТВ «Вспомни, что будет». Сериал, который вполне мог встать на замену ушедшему на покой «Остаться в живых», имел все основания стать культовым. Даже канал ABC отнесся к старту благосклонно и расширил первоначальный заказ с 12 до полноценных 22 эпизодов. Вот только что-то пошло не так, и шоу, которое уже собрало армию поклонников, прервалось после первого же сезона. Возможно, создатели сериала, как и их герои, на 137 секунд перенеслись в будущее и увидели, что стараний их не стоят тех результатов, что сериал получил бы, будь он продлен на два сезона, как задумывали продюсеры. Что, если я ничего не видел, потому что через полгода я буду мертв? Другое время. Дорожные работы с 3 по 24 сентября 2007 года. «Терминатор. Битва за будущее». Закрыт после двух сезонов. Когда в товарищах согласия нет, на лат их дело не пойдет. Нужно быть действительно семи пядей во лбу, чтобы хронологию целой вымышленной вселенной держать в голове. И не просто держать, а расширять, дополняя героями, локациями и событиями. То, что мы видим сейчас в работах Marvel, где фильмы переплетаются друг с другом, а во все это вклинивается телесериал, в свое время попробовали сделать поклонники «Терминатора». Шоураннер Джош Фридман запустил собственное продолжение «Терминатора 2» в формате телесериала и в целом преуспел. Однако, не имея большой студийной поддержки, столкнулся с банальной нехваткой денег. Высокотехнологичный телебоевик требовал серьезного бюджета, но при этом оставался продуктом нишевым, с невысокими рейтингами. Результат? Хроники Сары Коннор закрылись, а «Терминатор» получил полнометражную перезагрузку. Все свободны. Ты не такая ловкая. И «Ерихон» закрыт после двух сезонов. Судьба фантастики на ТВ всегда непредсказуема, но в большинстве своем все шоу этого жанра делятся на две большие группы. Сериал либо моментально сдувается и прекращает существование, либо становится культовым и растягивается на многие годы. Предсказать, в какую из компаний попадет новичок, не возьмется никто даже после выхода первых эпизодов. Постапокалиптический и «Ерихон» стал настоящим яблоком раздора. Сериал о последствиях ядерного удара по Америке неплохо стартовал, но после перерыва заметно просел в рейтингах, не выдержав конкуренции с другими программами. Руководство CBS поставило на шоу «Крест» после первого сезона, но поклонники оказались не удовлетворены таким поворотом событий. В интернете и прессе была развернута активная кампания с призывами требовать продолжения, и канал пошел навстречу фанатам. Шоу получило заказ на дополнительные семь эпизодов, в которых историю подвели к более-менее приемлемому финалу. Пожалуйста, успокойся, успокойся. Эй, Стэйси! Нет, нет, нет. Где Лили? «Вероника Марс» закрыт после трех сезонов. Три сезона – приличный срок даже для вполне успешного телешоу. Поэтому «Вероника Марс» Роба Томаса в нашем списке выглядит этакой «белой вороной». Однако вспомнили мы о нем неспроста. Сериал – пример того, как заинтересованность создателей, актеров и зрителей может дать любимому шоу вторую жизнь. Молодежный детектив о девочке-подростке, помогающий своему отцу, частному детективу, вести расследование, отлично стартовал и успешно удерживал взятую высоту на протяжении всех трех сезонов. Но вот канал желал чего-то большего. Команда шоу по указке CW отправилась в бессрочный перерыв переосмысливать концепцию. И это привело зрителей в неистовство. Бомбардировка письмами и петициями привела к тому, что о продолжении сериала, пусть осторожно, но заговорили. Пока же неистовых поклонников задобрили полнометражным фильмом – продолжением сериала, вышедшим в 2014 году. «Карнавал» закрыт после двух сезонов. Задолго до появления американской истории ужасов, атмосферу мистического ужаса на американском ТВ поддерживал сериал «Карнавал» – одно из самых ярких, но при этом мрачных шоу, обласканное вниманием критиков и собравшее внушительную компанию преданных зрителей. HBO никогда не стеснялся мрачной картинки, но «Карнавал» на голову превосходил практически все, что было на телеэкранах в 2003-2004 годах. Адское шапито, сюрреалистические сны, религиозная нетерпимость – было чем повергнуть зрителя в шок. Вот только такой шок не пошел сериалу на пользу. Первый эпизод собрал у экранов рекордное число зрителей, но в дальнейшем рейтинги упали до катастрофического уровня. Закрытие сериала после второго сезона выглядит справедливым, но авторы-то задумывали шесть, а мы так хотели узнать окончание истории. «Светлячок» – закрыт после первого сезона. Джосс Уиден является столпом мирового кино, постановщиком грандиозного аттракциона «Мстители» и безусловным авторитетом в развлекательном кино. А еще десяток лет назад Уидену, даже имея за плечами сверхуспешный сериал «Баффи истребительница вампиров», не удалось убедить руководство Фокс удержать на плаву свой научно-фантастический проект о команде космического корабля бороздящего просторы Вселенной. Шоу было наполнено юмором, богато человеческими отношениями и выпуклыми эмоциями, радовало глаз серьезной графикой и оригинальным подходом к повествованию. Но канал этого не оценил. Разногласия пошли еще на этапе концептов и вылились в закрытие сериала после 14 эпизодов. Нам, безусловно, жаль. Это шоу могло стать гениальной сагой. Красивая шляпа. Ну что ж, теперь ты знаешь о самых лучших сериалах, которые были закрыты, на наш взгляд, совершенно несправедливо. Какие из них ты смотрел, а какие, быть может, мы забыли упомянуть? Расскажи в комментариях, нам чертовски интересно. А если понравился этот ролик, то не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Удачи и до новых встреч на канале Топвотч.